Блестящий металлический корпус и узнаваемый ребристый дизайн. Вагоны серии А32 почти 60 лет назад стали визитной карточкой Нью-Йоркского Сабвея и оставались ею на протяжении всех этих лет. Отличительная особенность внешнего вида А32 – ребристая внешняя обшивка. Для своего времени это вообще был очень современный дизайн. Пассажиров впечатлял этот металлический блеск вагонов. АР32 или Брайтлайнеры более полувека были частью Нью-Йоркского метрополитена наряду с поездами других моделей. Они оказались надежнее и прочнее, чем в транспортном управлении рассчитывали изначально. Их планировали использовать не более 30 лет. Эти вагоны были последним словом техники, когда они стали частью нашей системы метро. Они сделаны из нержавеющей стали в Филадельфии. Это был первый вагон из нержавеющей стали, который использовался в нашем метро. Он был намного легче, чем другие вагоны, приблизительно на две тонны. Они двигались быстрее, они были шире и немного длиннее. К тому же в них были установлены кондиционеры, так что это было началом новой эры для пассажиров метро Нью-Йорка. Вместе с этими поездами в прошлое уходит целая эпоха. Для нескольких поколений нью-йоркцев эти вагоны были неотъемлемой частью их повседневной жизни. Праздничным подарком горожанам в декабре и в январе стали специальные воскресные туры для всех желающих прокатиться еще раз на брайдлайнерах по Манхэттену. Мой отец был машинистом, а он даже водил эти самые составы. Я изучил их историю, мне было интересно. Они стоили более 100 тысяч долларов. Тогда это было дорого, но они до сих пор на ходу. Я помню эти поезда с тех пор, как была еще маленькой. Но мы здесь ради него. Он любит старые поезда. Он очень ими интересуется. Для меня лично это ностальгия. Для меня они имеют особое значение, потому что они были сделаны в Филадельфии в 60-х. И я из Филадельфии. Я горжусь этими поездами. Я вырос вместе с этими поездами. Я на них ездил, начиная с 2003 года. Мой дедушка всегда меня на них возил на Куни Айленд летом. У меня с ними связано много приятных моментов. Даже тем, кто никогда не был в Нью-Йорке, дизайн этих вагонов знаком по фильмам. Благодаря Голливуду эти поезда Нью-Йоркской подземки стали еще одним символом города. Начищенные до блеска или исписанные граффити вагоны серии А-32 отметились в кинофильмах всех жанров. От исторических «Шпионский мост» до фильмов стиле экшн, таких как «Человек-паук». Brightliners вагоны серии А-32 теперь можно будет увидеть в Музее транспорта Нью-Йорка. Они пополнят его коллекцию артефактов метрополитена. Расположенный на одной из бывших станций метро в Бруклине, музей дает возможность посетителям представить себя пассажирами сабвея всех эпох Нью-Йоркской подземки, одной из старейших в мире. У нас здесь более 20 старинных вагонов, начиная с 1904 года по настоящее время, в которое вы можете войти, сесть на оригинальные сидения и посмотреть на потолок с вентиляторами, и полюбоваться винтажной рекламой разных лет. В таких вот вагонах в начале 20 века нью-йоркцы передвигались по Манхэттену. По меркам сегодняшнего дня это, конечно, больше напоминает бронепоезд, но комфортабельный, с мягкими сидениями и вентиляторами. Металлическая обшивка, люминесцентные лампы и обтекаемый дизайн сидений. Так Нью-Йоркский Сабвэй обновился в 60-х. Нью-Йоркский метрополитен, прежде чем объединиться в единую систему, состоял из нескольких частных компаний. Но и после объединения традиция обслуживать разные линии метро различными поездами осталась. Эту эволюцию можно проследить по экспонатам музея. Когда метро появилось в Нью-Йорке в 1904 году, оно было на самом деле частным. Было две частных компании, которые управляли линиями метро. Поэтому, кстати, существует две системы обозначения линий нью-йоркского метро. Часть линий обозначены цифрами, а часть – буквами. Если вы обратите внимание, то на номерных линиях вагоны немного уже и меньше, а линии с буквами – там вагоны немного шире и имеют четыре двери. Особенность нью-йоркской подземки и использование в ней различных вагонов сделали брайтлайнеры R32, востребованными на протяжении десятилетий. Теперь отслужившие свое поезда, более 600 вагонов, ожидает новая миссия. Они станут частью искусственной системы подводных металлических рифов у восточного побережья США. Рифовая программа началась еще со старых вагонов метро R33 и R36. Их из-за красного цвета называли Redbird – красные птицы. R32 стали затапливать позже, в начале 2000-х годов. Первые 100 списанных вагонов стали частью рифовой системы у побережья Южной Каролины. В этом году нью-йоркский метрополитен планирует долгожданный апгрейд. Парк вагонов пополнят японские модели с футуристическим дизайном. У новых поездов более широкие двери и светодиодные фары. Внутри вагонов, оснащенных Wi-Fi, установлены интерактивные дисплеи с картами станции и информацией для пассажиров. Прощаясь со своими знаменитыми брайтлайнерами R32, нью-йоркский сабвей готов к новой странице своей истории. Субтитры создавал DimaTorzok